Здравствуйте, дорогие друзья! Первый день октября, и вот какие принесли сороки новости на хвосте. В частности, Григорий Парсентьев против завода Техно. Что происходило на заседании Гордумы, мы узнаем подробности. И кто решил засудить губернатора Рязанской области Николая Любимова. Ну а теперь подробнее. Депутат Рязанской областной думы Григорий Парсентьев, это партия «Справедливая Россия за правду», выступил резко против деятельности завода Техно. В связи с, по его мнению, очень резкими выбросами, он предлагает приостановить деятельность предприятия. Если так дальше пойдет, то и доберутся до РНПК. Серьезно, говорят, проходит проверка на русской коже. Удивительно, выборы прошли. Деятельность контролирующих органов продолжается. Посмотрим, не будет ли это просто сотрясанием воздуха. Итак, заседание Город Думы состоялось. Очередное заседание Город Думы. Что, в общем-то, как я и ожидал, партия технического большинства отклонила расширение полномочий народных избранников. Депутаты хотели контролировать назначение ключевых чиновников городской администрации. И увидели мужика на балконе. Это мужик, вот, да? Это вот балкон, а это вот крыша балкона. Вот, им показали их место в системе управления городом Рязани. Далее, значит, вел прямой репортаж с Город Думы. В заседании Город Думы, я думаю, надо его, к примеру, может быть, последовать пресс-службе Городской Думы. И с нескольких камер показывать во всех ракурсах, кто же что говорит. Я имею в виду пресс-службу Город Думы. Это Алексей Захаров, он ведет прямые репортажи. И надо же такому случиться. Обличительная речь коммуниста-депутата на заднем плане была буквально смазана его коллегой по партии Денисом Милюковым. Который в это время, надо же, так неуклюже потерял запонку и начал ее так, что-то ковыряться, ее вставлять. Смешно. Далее, значит, Алексей Захарова немножко, скажем так, унизили чем? Унизил зам госпожи Сорокиной Федин. Что он сказал, когда Захаров начал говорить относительно хлебозавода номер три, в котором аховое состояние, что вот плохой маркетинг, плохой менеджмент. На что Федин ему сказал, ну что, приходите и руководите, я не против. На что Алексей стушевался. Стушевался, начал говорить о том, что это не его профессия. Если говорить серьезно, то к управлению этим заводом должна подключиться как минимум Ирина Гончарова, начальник управления эконом-развития города. Что она зря, что ли, за немалые бюджетные деньги учится в Сколково. То есть информация не вся полностью выкладывается на сайте этой организации. Ну, в общем-то, выборочно так она дается для средств массовой информации, а уж тем более для обычных жителей Рязани. То есть, что на самом деле происходит, невозможно узнать. Нет прямого включения. И, естественно, пресс-служба работа в интересах партии технического большинства. К чему я это, на одном из комитетов депутат Рязанской городской думы Дмитрий Рябников, кстати, вошедший в рейтинг коммерсанта тысяча лучших бизнес-людей страны, как директор по развитию военно-строительной компании, ну, это серьезное достижение, он потребовал, чтобы за вот эту убыточность, когда шел отчет о работе муниципальных предприятий, столько не доработали, столько не доработали, столько не доработали. Так вот, Рябников потребовал, чтобы управленцы, кто управляет этими муниципальными предприятиями, несли персональную ответственность. Никаких отметок об этом на сайте Гордумы не появилось. Впрочем, как не только пресс-служба Гордум этим грешит, вот и ГИБДД тоже вляпалось, очень такой скрупулезно относящийся к информации журналист комсомольской правды Сергей Лазутин, заметил один факт, что исчез из сводки ДТП погибший в Александро-Невском районе. 28 сентября это случилось, комсомолка об этом написала, никаких комментариев официальных до сих пор не последовало. Ну и напоследок, общество рыболовов и охотников подало в суд исковое заявление, на кого бы вы думали, на губернатора Рязанской области Николая Любимова. Причем он единственный ответчик. Если так дальше и пойдет, то прецедент возникнет, и на него начнут подавать в суд всем, кому не попадя. Подробности этого дела на сайте Новой газеты в Рязани. Ну а я с вами прощаюсь до понедельника. Субтитры сделал DimaTorzok